Борис тоже присоединился, поэтому я быстро расскажу ребятам, что у нас будет происходить, своя игра, обычные телевизионные правила, три раунда, четвертый это финал, но финал будет в немножко измененном формате. Будут вопросы про локомотив, будут вопросы фото, видео, текстовые и соответственно финал аукционные. Ребята ни за что не сражаются, но я разрешаю им в течение следующего месяца до новой игры носить золотые мантии магистров своей игры локомотива. А может быть победителю, как в настоящей своей игре вручают ручку Эрих Краузи, а у нас будет Эрих Штофельх Краузи. Нормально, заготовочки, поехали. Подготовка, да. Итак, если все участники готовы, даже Тимофею, который никак этого не показывает, то мы начинаем игру. Все, поехали. Как это надо показать? Ну, а ты автоматически был готов. Все. Си-гейм. Это Криштиан Роналдо разрабатывал. Си-гейм. Темы сегодняшней игры. Австрия, Аллея славы, Алло, кто говорит, болельщики, Бразилия, Великобритания, все знаю про то чемпионство, Германия, далекая Африка, Криншток, Маска, я тебя знаю, международная панорама, Мексика, место встреч изменить нельзя, на площади у паровоза, 11 кубков, памятный матч, плохие шутки, рекорды, рекордсмены, РФСО, локомотив, смончуки, СССР, тренеры, что было дальше, и Шотландия. Мне еще не подходит. Почему? Как? Прикольно. Симон Чукаш нужно будет Антоху угадывать. Итак, первый раунд. Первый раунд у нас фото раунд. Здесь будут показываться фотографии, а участники должны будут... Ничего себе, какая громкая игра у меня оказывается. У нас нет. Да, у вас это понятно. Кстати, кстати, если кто-то из вас играет с приложения, то вам нужно в настройках очень желательно включить показ медиа из сторонних источников. Если кто-то из вас играет с браузерной версии, то у вас, скорее всего, будет выключен звук, и вам нужно его включить. Когда будут вопросы, в которых есть звук, у вас будет внизу справа появится иконка того, что звук выключен. Чем игру будет начинать Борис? Это, видимо, какой-то... Реттенберг. Автоматически было выбрано. Тогда ладно. Так, я... Меня слышно в стриме? Да, тебя слышно. Можешь выбирать вопрос. У нас тема «Далекая Африка», «Тренеры с молчуки», «Маска, я тебя знаю», «Место встречи изменить нельзя» и «Болельщики». Болельщики за 300. Нажимай. Нажимай на экране. Интересно. Нажал. Известные болельщики, персоны, признававшиеся в болезни за локомотив. Рамочка появилась, отвечает Борис. Ливан, Горозия, также известны как Элван. Ну ничего себе, Борис. Плюс 300. Я разложил. Как выигрывать кнопку эту долганую? Да, я точно первый. Так, снова я, да? Когда начинать? Как только появляется рамка, тут же нажимайте на кнопку. Давай тогда самых дешевых болельщиков проверим. Рамки нету. Нельзя. Вот теперь можно. Серега. Серега. Чтобы сомневался, что это Сергей Светлаков. Верно. А может быть Слепаков? Нет, нет, нет. Это точно не он. Ну давайте, хорошая тема. А в своей игре так же подгорает у всех, когда они не успевают? Да, они там очень сильно вот так жмут. В коррекциях заторможены. Еще даже больше. Итак, болельщики 200. Тимофей Уфсанский считает, что ответ кашников не верит. Подожди, у меня какая-то апелляция выскочила. Ну это Тимофей. Я считаю, что это Голустян, ребят. Я смотрел на шагараш, я разбираю. Спасибо большое, ребят, спасибо. Ты прав. Сутка твоя. Болельщики 200. Опа. Интересно. Кирилл? Ну это же Никита Высоцкий, друзья мои. Да, да, да. Верно. Плюс 200. Ну что-то фотка не самая его прям удачная. Ну. Я ненадолго задумался. Я отбирал фотографии. Тут все непросто. За 400 болельщики. Опа. Рано. Теперь можно. Рано. Кирилл. Какого хера. Выпадают друзья, да, всем выпадают? Через два часа с ним встречают за мной. Аристар Венис. Кстати, реально получается, мы все знакомы, кто кого называют. О, жесть. Ты знаком с Лваном? Да. Опа. А кто из них? По центру. Ну что? Почему? Все, мне кажется, Кирилл понял, как играть в эту игру. Ну, это же просто другие не знают, я один знаю. Выпьем за любовь. Ну, друзья, это знаете какой матч? Это Сан-Сиро стадион. Это 2003 год. Это мы игр сыграли 1-1 и вышли в плей-офф. И это Игорь Николаев на трибуне поддерживает нашу команду. Все верно. Абсолютно полная информация. Болельщиков закрыли. Придется выбирать другие темы. Хорошо, что никто не сказал, как в своей игре говорят. Ну, давайте добьем болельщиков. И введем фан-айди. Ну, я-то в этом знаю ток. Ну что же. Жалко, тут нет темы локомотив. Тренеры за 300. Опа. Опа, трактористы. Рано. Можно. Я? Да блин. Да блин. Ну что ж, друзья. Кирилл ближе всего к серверам игры находится. Поэтому пока вам выбивайте все вопросы. Короче, ответ зачитывается только с отчеством. Да позволите вы мне эту информацию? Рашид Рахимов. Маматкулович. Маматкулович. Все так. Ладно, зачитаем. Привы сумасшедшие. Так, 400. Можно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тимофей. А-а-а. Ренат Саярыч Белялиддинов. Верно. Красавчик, да. Да. Вот это уже так сложноватенько было. Пока для меня. Да, это первый вопрос, на который я не нажимал кнопку. Это первый вопрос. Маска, я тебя знаю за 500. Опа. А там в маске будет? Что было закрыто черным квадратом? Ну это же изи. Да. Здесь, в этом раунде все изи. Борис. Костыль. Верно. Еще раз, парни. Когда появляется рамка или выбирается? Когда появляется. Она появляется несколько раз, блин. Угу. Я пока в роли чисто манекена. Привыкнешь. Брат, игра без ворот идет. Что было закрыто черным квадратом, нужно угадать? Сергей. Ну блин. Сергей. Состав Баварии. Верно. Матч с Голтосараем. Я себя сглазил, сказав, что буду отгадывать только за 100. Пока так и получается. Я такой пацан. Потом у тебя будет много эфирного времени. Ну давайте попробуем. Место встречи изменить нельзя за 300. Просто что это за тема? Стадионы, на которых играл когда-либо Локомотив. Тимофей. Теперь придется угадывать. Я думаю, это стадион Атлетика. Нет. Первый промах. Я же был второй. Кирилл. Ну это Альянс Арена. Это Альянс Арена. Конечно. Ну как так? Тот самый стадион, который в радугу выкрашивали. Я не был. Я тоже. Ребят, ну извиняйте. Я не поэтому знаю. Я на этот холм не вставал. Можно посмотреть на него. Так. Так. Место встречи изменить нельзя, да? Ну 400 пусть будет, ребятки. Отвечаем. Сука. Кирилл. Да как так? Ну это же Сан-Сиро или Джузеппе Мяццо. Правда. Верно. Играли там и с Интером, и с Миланом. Я пока еще не в дупле. Нажимать. Саня, я тебе очки поотдам частично. А если я ошибусь, у меня минус 500 будет? Да. Да. Ну у меня есть версия. У меня тоже, но я боюсь. Борис. Ну это стадион в Монако же, правильно? Конечно, конечно. Правильно. На таком ракурсе угадывается чуть лучше. Да. Если у вас он видит, видится. Ну что, давай тогда стадионы добивать. Давай что? Наследие. Так, что-то я... Не, я точно не понимаю. Да Кирилл на них всех был, елки-пал. Я тоже на нем был, не успел ответить. Но это же Ванда Метрополитана. Верно. Да, он сверху так выглядит. Я что-то думал по-другому. Вот как он выглядит, ребят. Ладно. Ну что, добьем. Играл ли на нем Локомотив? Да, кстати. Тимофей там жмит вообще. Поехали. Уживание! Уживание! Это у меня шаги есть, брат. Я сейчас такой, это веб-арена. Веб-арена под окном. На это, открытие арена Спартак-Москва, домашний стадион. Он сам. Я считаю, надо поаплодировать, Сэр. Да, да, да. Браво, браво. И он уже добрал Тимофея. Уже. Раз. Достал. Это КБ года. И он не останавливается на достигнутом. Саня, выбирай. Ну давай сюда. Вот так вот. Что закрыто на этой фотографии? Борис. Ну блин. Ну что, кубок чемпионов. Лиге чемпионовский кубок. Верно. Логично. Походу там Борис что-то тоже с реакцией разобрался. Я примерно понял, что он сначала моргает, и потом только надо тыкать. Так, давай вот это. Опа. Ну блин. Супер-йога. Ну допустим, там написано «Это мы, пятое колесо». Аааа. Все правильно. Блин, точно. Я начал думать какое-то предметы. Там же надпись. Все правильно, да. Давайте добьем маску. Аж хорош. Я перестал успевать. Саша. Ой, там комменты Рыбуса, админ. Ну нужно показать, Саша. Я показал. Так, ну я думаю, что… Что-то никто не хочет менять тренера, да, смотрю. Выбирать, выбирать. Из множества у меня. Я хочу, но я не могу успеть. Я не успеваю поменять тренера. Пройдемся. Давай. Опа. Ну. Поехали. Серега. Да блин. За 100 это мои. Это Славян Виллич. Верно. А по отчеству договариваешься отчества. Мамат Кулович. А в чьей форме он стоял? А я уже не помню. 200. Тренер 200. Опа. Ну, это точно пья. Ну, ёпка. А как так? Тимофей. Так. Я сейчас облужаю. Тимофей может еще сказать неправильно, не забывайте. Так что… Как? Я легко могу сказать неправильно. Я скажу, что это… Время все считать дальше. Все. Неваш. Господи. Все. Тренер 200 только тогда нажал первый или заново? Заново. Да почему? Да почему, блин? А как так? Это… Серег, ты не должен отличать. Нет предела человеческой мерзости. Я не согласен. Не пришел к нам сегодня, к сожалению, играть. Погодите, тема была тренеры. Федорович. Ну, давайте 500 посмотрим, кто там. Тимофей. Повторяю. Юрий Павлович Санин. Неожиданно. Я буду до конца. Все еще нет. Блин, какое знакомое лицо, господи. Борис. Так, 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 так. Зря нажал. Зря нажал. Я не знаю. Без ответа, брат, что-то там. Нету. Минуса, минуса. Но у меня есть версия, конечно. Саша попробует. Саша. Ну, это из треков? Да, у меня таинственная версия была. Нет, все еще нет. Спасибо, Сань. Блин, лицо знакомое, кто же это? Да. Блин, а это Чуревченко? Подожди, 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 рано, рано. Все. Паминал. Решили не отвечать. Нет, я хочу. Поздно, поздно. Это Олег Далматов. Это Олег Далматов. Это знакомое. Да. Ну, давайте, поехали. Тема, которую я очень долго ждал. Смолончуки за 300. У меня нет шансов. Нужно назвать троих футболистов, которые на этой фотографии. Блин, а что я нажал-то? Сверху Худюков. Дальше. Снизу Мурилы. Дальше. Время, время. Да, очень мало времени. Время, время. Очень мало времени. Бабкин. И это правильный ответ. Время, время. Время, время. Не честно. Минус. Почему не честно? Ну, очень долго. Нет, у меня все. И где там есть? У меня таймер есть, а он ответил в срок. А я вообще его не видел, таймер. Ну, ладно. А куда смотреть на таймер-то? Над твоим именем. А, все, хорошо. О, у меня еще есть время выбрать ответ. Да. Да. Выбирай. Подумай хорошенько. Ну, да. Ну, сделаю ассист на Кашникова. За сто с подсказкой. Ай. Тут все легко. Саша? Бекак, Бекак, Монокерк. Все правильно. Подожди, там уже буквы сейчас были. Да. Это было очень сложно. Но это за сто. За сто с подсказкой, чтобы вы поняли, ну. Ну, там прическа Бекки, уже подсказка. Как эта тема работает. Да ладно. Дальше без подсказок. Ого. Блин, я знаю, что это. А, уже можно было нажимать? Тимофей попробует. Это Ротенберг. Снизу пост будет Савин, а посередине пост будет Камано. Верно. Браво. И получился у нас Роман. Я ждал рамку, она уже горела. Давайте уйдем в самый сложный вопрос Смолончуков. Блин, у меня банк висел. Это сложный вопрос, это не сложный вопрос совершенно. Это Пабло, Смолов и Двай. Верно. Ну, это очень. А за что тут 500-то? Можно ли жалобу подать? Согласен. Кирилл у него, Артем у него. Мне написал мой бывший босс, как можно в лицо Долматова не знать, гаденыш. Львович, прости. Я реально, ну, прости, Львович, я тупанул. Тимофей, выбирай. Я наработал себе, мне кажется, просто на увольнении из футбольной сферы на всю жизнь, но окей. Мне надо отыгрываться. Здесь нужно назвать не только футболиста, но и страну, из которой он к нам, ну, которую он представляет. Кирилл. Ну, это Делвин Нандинга. Играл в Монако, в Олимпиаку. Он демократической республики Конго. Молодец. Все так, все. Браво, браво, браво. Ну, браво, не стоит. Очень легко. Далеко Африка 400. А, я нажать должен. Нажать. Не, разошел сюда. Наш слева, если что. Спасибо. Блин, я знаю, блядь, не могу. Серега. Я думаю, это Шарлес из Бразилии. Мимо. Бразилия не в Африке. Ну, блин. А, я забыл. Блядь, тоже нет. Еще попытка. Блядь, дайте мне. Кирилл. Это Шакер Зуаги Тунис. Верно. Я забыл, что надо только Африканцев. А Марзаки, он, А Марзаки, он же не сыграл с ни одной игрой, он же не доехал. А, и я ему мячики подавал в Пероу, поэтому я его, я его увидал. Но, видимо, это, лицо как-то не... Он делал в Пероу. А, далеко. За молодежку делал. Да, блин. Отвечаем. Блин. О, да, это же Трауре. Откуда? А имя? Откуда? Блин, не Хамдраман Трауре, а страна, 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 страна. Ну, подсказывайте, что вы, блин. Африканская, африканская страна. Африканская, все верно. Пока правильно. Время, guys. Блин, я не помню. Раз, два, три. Ну пусть Нигерия будет. Мимо. Блин. Я ж нажал в углу. Саша. Измали. Ты гаденыш, ты это прогуглил. Прогуглил. Кстати, надо... Я видел твои шаловливые ручки, я видел. Я, правда, зум сейчас не смотрю, но... Я первый сейчас нажал точно. Не, я... Есть этот? Тильт есть. Вар. Тильт есть. Потом в повторе посмотришь. Так, идут свои шаловливые ручки. Я прав. Я хотел на Пижон. Да? Кто будет пробовать? Саша? Ну, Петров, Анжарин, Сёбин. Верно. Ну, вообще, крутой получился. Пижон. Пижон. Это реально Пижон. Он похож на гринвича этого пакетчего Рождества. Да, да, да. Новогодний. У нас осталось только... Ты спускал за гринвича? Ну, а кто похитил Рождества? Гринч. Ну, вряд ли, гринвич. Не, не гринвич. Но он не живет на этом? Минус 500, Кирилл, за гринвича. Да ну, че вы начали. У нас осталась одна тема. Это далекая Африка. И за 200. Да я первый был. Нет, Кирилл был первый. Опа. Неожиданно. А что тебя заставило задуматься здесь? Ликета ЮАР. Молодец. А с кем-то была флотовская пауза? Мне Ларри Кингсон ударил в голову, а потом думал, ну, Ямайка не в Африке. А я раньше нажал. То есть я прочу... Офигеть. Слушайте, она еще не загорелась. Я психанул, но, видимо, как раз, когда пальчик шел, все, я прикольный. О, все, Кирилл... Команок в вине. Я просто так, ну, решил. Теперь выиграет все кнопки мира. У нас закончился первый фото-раунд. Он был прогревочным, я так скажу. Да я уже прогрел. Все в плюсе. Кирилл 3 800. У остальных пока нету даже тысячи. Но во втором раунде у нас ставочки удваиваются. И вот следующая тема второго раунда. Что было дальше? Памятный матч. Алло, кто говорит? Плохие шутки. На площади у паровоза. А, нет, еще у нас есть тема Криншток. Как я мог про нее забыть? Мне в личку уже угрозы поступают. Если бы я узнал Лихе, то со мной бы не общались. У Саши меньше всех. Он выбирает тему. Там жалуются, что ошибочка там подъехала. Где? Что не из демократической республики Конго, а просто из республики Конго. Нет, насколько я помню, ДР Конго. Откуда в Африке демократия, ребят? Я бы просто в ответе мог не написать ДР Конго, но, по-моему, ну, насколько я помню, Денга именно тут. Ответик неправильный. Слушай, ну давайте мы в истории не будем копаться. Там был Заир, потом Конго. Давай, все-таки знают. У них перевороты на ежедневной основе. Может быть, сейчас все поменялось там. Бед хватает. Ну, так и я не ошибся, когда сказал из Африки. Давайте, давайте. Очень мало времени, Саш, давай. Так, Кашников 500, 400. Плохие шутки. Так, извините, мне надо звук включить. Я же писал эти шутки. Ну да, тут что-то это. Блин. Потому что мало половин. Сейчас, одну секунду, я засчитаю этот ответ. Мне надо только звук включить в своей игре, чтобы люди тоже слышали. Хотя он включен. Пусть Кирилл не участвует тогда в этом раунде. Да почему? Ну, если он писал. Тогда мне в этой игре не надо участвовать. Ай. Там спрашивают в комментариях, такую игру с обычными болельщиками сделать. А мы что тут, необычные? Почему-то у меня звук пропал. И вся радость этой темы исчезает. Давайте пока не выбираем. А я тоже без звука сейчас смотрел, я читал. И дальше нужно слушать. Ну, на теме «Алло, кто говорит», точно нужно будет слушать. Здесь пока... Сейчас, извините, я поузну на секундочку. Я проверю, что у меня все-таки с этой игрой. Почему она вдруг перестала... Давайте пока обсудим, есть ли у нас шансы обыграть Кирилла, хотя бы сложив все наши баллы вместе. Пока нет. А вот теперь показано то, что звука нет. Все, давайте, дальше должно быть нормально. Поехали. Кирилл выбирает. Пожалуйста, значит, сказать, да. Ага, плохие шутки за 600. Поехали. Нормально. Что сказал бы Портнягин, если бы наступил в говно? Сука. Отвечаем. А не появилось? А, появилось. Саша. Корян. Что? Что ты ответил? Оп, Корян. Нет. Что ты ответил? Я не помню даже. В общем, в этой рубрике главное не мешать Кириллу правильно отвечать и не уходить в минус. Сука, слабый Портнягин, если бы наступил в говно. Блин, я не помню. Опять аренду, да. Опять аренду, да. Блин, я только сейчас разобрался, как звук слушать вообще тут. Что, как еще происходит? Да, со звуком проблемы. А, у меня, да, у меня... А, все, я включил себе звук, да. Я вам скажу так, звук не помогает. Плохие шутки за 800. Ладно. Так, Кирилл с козырей пошел. Когда отдавали его в аренду в Химке. Не знаю. Такого не было. Бай, сука, я промахнулся. Будет еще попытка. Серега. Попробую. Сарян-карян. Верно. Еее. Короче, у меня с телефона что-то не слышится, что там происходит. Блин, Сань. Блин, обидно. Ты эти баллы на самом деле малыку должен. Ладно, половину отдаю. Так, ну давайте попробуем плохие шутки за 1000. Что общего у Фарфана и его чемодана? Что общего у Фарфана и его чемодана? Без понятия. Саша. Перерез был? Ну, засчитаем. Хорош, хорош. Красава. О, хорош. Ну, я вообще не подумал. И Саша вернулся обратно на свои 500. А если кто-то будет в минусе, то они, так сказать, до последнего не дойдут? Они дойдут до последнего, но у них в аукционе будет очень мало шансов победить. Пока я разобрался, как включается звук, и пока Борис не разобрался, как включается звук, и пока ему Алло кто говорит. Все, кажется, я выдержу по-любому. У меня есть большая поддержка. От друзей, от родителей, от родных. Поэтому, я думаю, я легко справлюсь с этим. Уже по-любому. У меня есть большая поддержка. У них никаких проблем. От друзей, от родителей. Кто-то... А можно нажимать? Я хочу нажимать. Нет, нет. Вот теперь можно? Кирилл. Это Refart Jam Lider. Да, и у кого-то звук идет... Да, да, у кого-то, у кого нет наушников. Я думаю, это Борис. Борис, ну что ж такое с грязью? Ну, не сказали подсказать, ну, что ж. А сейчас решим проблему? Он специально это сделал, чтобы отклониться и Лока-Восток продекламировать. Сейчас происходит давление на обычных болельщиков. Все, я готов. Все. Супер. Погнали. А вот кто говорит. За тысячу. Ты рейсом, как быть веганом, но, first of all, он может сделать свою собственную decisу, когда он слишком old. Но, конечно, мы объясняем, где мясо приходит, и для того, чтобы животные убили. Так что, вы должны говорить об этом, и тогда он может сделать свою собственную decisу, когда он слишком old. Саша. Кирилл Винус. Конечно. Хеведес. Да. Вау. От малых вырвался. От второго места. I want it, I got it. А как ты сейчас на кнопку нажал, брат? Вот какой мой? Ручкой. Какой? Какой? Кринжа добавивай немного, а то Серега давно не отвечал. Я показываю вам ролик, начало ролика из ТикТока, вам нужно, чем он закончится. Отвечаем. А, уже? Да. Все, никто не смотрит ТикТоки, Локомотива? Ого, эта тема вам принесет нам много веселья. Много познавательного. У меня есть предположения, но я не хочу рисковать. Примет такой скорби не было. Почти угадал. Но остальные, я так понимаю, ничего не понимают, потому что у вас то же самое, что и в начале, да, было показано? Да. Это вот как раз проблема веб-версии, она почему-то не показывает окончание, ну, в ответе видеоролики. И там Дмитрий Баринов был в виде итальянца с пиццей и кричал «Маммея». Это не смешно. Вообще, когда было... Прикольно. Лайк. Так, а почему у нас игра... А у меня завис Дмитрий Баринов. Игра почему-то у нас завершилась на этом моменте. Все, Кирилл с победой. Спасибо. Сейчас попробуем. Пока у них все зависло, у них все работает. Дождались, пока малых на второе место выйдет. Не понимаю. Да мы поняли, итальянец он. Что было дальше? Каш, ну расскажи пока, как дела, какие там планы, новые проекты, да? У меня новый альбом выходит. Такие же обычные разговоры. Тимофей уже там, судя по всему, на что-то отвечает. Да, Тимофей там играет по чуть-чуть. Я буду как Курган, только у меня нет карандаша, у меня ложка. Ну, в целом, да, ну там, о чем, да, вот такой альбом. Я так понимаю, игра шла ровно до того, как мы все не ответили на один какой-то вопрос. Нет, до этого тоже такое было, игра тоже немножечко подкрыта. Как сказать, этот вопросик был кот в мешке. О, кстати, и нет же. Оно не развиснет, надо пересоздать, пишут в чате. Короче, началась игра в кальмара. Ну, я себе сохранил, какие у вас сейчас эти очки, так что сейчас мы пересоздадим, если что. А ответы как? Что ответы как? Ну, типа второй раунд, наверное, заново. Ну, я начну со второго раунда, протыкаем те вопросы, которые уже были. А, все, я понял, ага. Я думаю, нужно штрафануть, Кирилл. Давайте с нуля. Начинаем фото раунд. А, все, мы уже поехали? А, это было. Нет, медиа раунд, вот, мы начинаем. Обновиться надо. Что было дальше? Памятный матч. Какие мы успели вопросы разобрать? Мы сыграли пару вопросов, где нужно было игрока угадать. Ну, в общем, говорит. Алло, кто говорит за 600, Алло, кто говорит за 1000. Да, были такие. Точно было, да. Плохие шутки были. Были плохие шутки. Время не было подготовиться, играем сейчас. Этого не было. Ну, значит, наврали. Значит, наврали. За 1000 было точно. За 1000 было? Это было беда. А рифат за 400 был? Ага. Ну, значит, наврали. За 400 точно рифат был? Ну, не точно. Ну, ладно. Тогда, если я... Я помыла оставим пока, да. Тогда... Тогда он попадется, просто не будет. Но плохие шутки точно были 600-800. Тимофей, выбирай вопрос. Если будет повторка, я ее вскипну. И за 1000 плохие шутки были. Поступим так. Давайте, да. Окей. Памятный матч 800. Я показываю угол, вы говорите, что за матч. Я уже хочу нажать. Нельзя еще пока. Он еще не забил. Вот теперь забил. А сейчас и рамочка появится. Рано. Оп. Сука! Да ладно, никто кроме тебя не отвечал. Хорошо. Ну, это же, значит, вы чего, ребята? Ну, вы чего? Ну, это Харлачев 1-0 Баварий. Они потом приехали к нам 5-0, но извините. Да, 1-0-то было. Блин, да. Сука! Да вы вообще клуб-то родной любите? Вот я хочу обратиться к каждому из вас. У нас в те времена не было денег на интернет. Ни у кого в те времена не было денег на интернет. Да и интернет в общем-то в те времена. У интернет-то тоже не было. А Кирилл в Лотовку на медиатеке смотрел. Вы просто не смотрите рубрику «Локомотив» и «День в истории», ребят. Очень зря. Кирилл? Пожалуйста. Ну, так сказать, ну не... Что было дальше? А как вы оцените выступление Локомотива в этом сезоне? Ну, вполне удачно. Вполне удачно? Да. А может быть, вам кто-то там нравится из игроков? Рада. А что надо сказать? Что было дальше? Я знаю, кто это. Я думаю, что он сказал Марат Измайлов, потому что интервью берет Марат Измайлов. Вполне удачно? Да. Может быть, вам кто-то там нравится из игроков. Да, да. Правильно. Так. Ну, давайте, ладно, давайте проверим вот плохие шутки, которые были. По-моему, вот это было. Что сказал бы Портнягин, если бы наступил в Гаван? Блин, опять аренда. Слушай, а как мы вообще-то делали или это пропускали? Я вообще не могу. По-моему, плохие шутки все прошли, да, уже? Ой. Ой. Извиняюсь. Ну, ничего, ничего. Давайте посмотрим. А что за издевательство-то? Локомотив, Зенит. Золотой матч. Как сыграли? 1-0. Кто забил, брат? Эдер. В смысле? Он же не назвал. Эй, стоп. А нужно было назвать матч? Нет. А что было дальше? Это он, олимпийский чемпион? Нет. Это был памятный матч. Черданцев, Пальстар Жени, Пас Игнатьев. Не, я против. Где? Не, нужно было назвать матч и счет. Да. Пожалуйста. Я все назвал. Ну, давайте, ладно, переходим к матчам. Ну, как же тут рамка медленно появляется. Как же это все? Блин, я не согласен. Я тоже не согласен. Да, Локомотив, Монако, счет 2-1, гол из Майло. Верно. А чей не гол в концовке. Браво. Хватит. Не дави на меня. Тимофей. Все правильно, давай. Памятный матч за 600. Да, вот на стадионе Локомотив в Москве. Сегодня в четверг. Сука, как же он его забил, круто. Есть такое. Это тот аксель, который аксель, действительно. С разворота. Кто? Никто. Я не помню. Я счет не помню. Вот я тоже из-за этого не отвечаю, да. Ну, ладно, я резкну, пусть будет. А, нет, Борис. Ну, это с Айком. Получается 2-2? Нет. Не угадал. 3-1-1. Бля. Все. Кирилл. 2-1. 2-1, нет. А матч-то какой? Лок Айк. Айек. А мне нельзя уже отвечать, да? Это Локомотив Плаццо 1-1. Блин. Здесь много вычитали? Надеюсь. Почему выбираю? Опять я, потому что я прошлый выбирал? Да. Нет, потому что никто правильно не ответил. Никто не ответил. Соответственно, ты продолжаешь выбирать. Точно 1-1. Не 2-1. Точно 1-1. Мы из-за гостевого гола проиграли. Памятный матч за 1000, смотрим. Ну ладно. В ответке 0-0 сыграли. Больше желающих. Да, блин. Саша? 1-1. Беннет Мангуни. Нет. Еще попытки? Ну, да что же такое? Это Локомотив Реал 2-2. Да. Все верно. И выход Абиора 1-1 с звездком. Вот это за толку. Да, да, да. Я его, кстати, смотрел в Хабаровске. Где-то пол шестого утра было время. Как раз сегодня в это время мы закончим по Хабаровску. Ну давайте, что было дальше 800. Сейчас Сахина зайдет. Я не буду участвовать. А кто будет? Я тоже не буду. Ну ладно, тогда я буду. Слушай, ну там этот же. Это Лепрекон. День Святого Патрика. Он из ящика должен вылезти. А кто? Кто должен вылезти? Да. Лепрекон. Кто его играл? Его играл... Его играл... Боряц Гоев. Нет, кто же его играл? Почему не знаю? Почему не знаю? Время вышло. Это автоматически. Это автоматически. Время вышло. Не могу засчитать. Пост будет Камано. Неожиданно. Промазал с временной эпохой. Ну давай посмотрим. Вы не посмотрите, но там нападал Денисов Виталий. Ааа, это другой ролик. Я перепутываю. Это был Патрика. А этот ролик... Это на Хэллоуин. Да. Прикольно. Я пытался тебя вытащить из твоей ямы, но... Ну давайте. Что было дальше? Четырссот. Чемпионс Лига, какие ваши эмоции? Очень счастливы. Мы победили. Это было очень важно для нас, потому что мы не победили с начала Чемпионс Лиги. Саша. Ну что ж это такое? Крых продолжает отвечать на разных языках. Верно. А скольких, Сань? Скольких жил? Испанский, французский, английский... Был русский? Был, был, был. Ну польский в пять. В данном случае я засчитал бы, если бы просто сказали про то, что он перешел на другой язык. Да мы видим. Там Тимофей в минусах. На площадь у паровоза. Какие два были? О, интересно. Нужно назвать музыкальную группу. Я в шоке. Я тоже. Но в приятном шоке таком. Это твой раунд. Счет 2-0, брат. Я был один раз только на концерте, и то на половине Луана. Ну то же самое. Но может он будет еще? Да. Не, ну про кринж-то. Вот этот мы по-моему били, да? Да. Только сейчас не зависнет же. Мама-ми! Может зависнет. Блин. А нет, ура! А может не зависнет. Так, ну пойдем по тиктоку пройдемся, так сказать. Давайте. Ну, бляс какой. Сколько вам интересного? Я рискнул. А насколько подробно? А почему она пакет? Стой, я хочу нажать. У меня уже ответ показался. Я не знаю, как это работает. Я нажать. Я хочу нажать. Эй, я забыть. Почему? Что? Ну блин. Серега. У нас ответ не показался, но я думаю, что он как вертолет улетел вверх. Верно. У меня ответ. У меня ответ показался. Я не знаю, как это работает. Ну, не страшно. Давайте без кринштока. Видимо, какая-то багованная тема. Да, ну давайте. Хорошо, давайте на площади у паровоза 600. С одной стороны такая душевная обстановка, прямо квартира. С другой стороны, может, я оглох просто, не слышу. Что надо ответить? Вы живы там еще? Что за группа? Не все, не все. Ну, ничего. Мы будем работать над вашим состоянием, друзья. Я надеюсь, к концу вы просто уже будете безудержно колбаситься. Следующая песня называется «Наше движение». Ну. Ну. Что так долго-то? Извиняюсь. Почему? Это Noize MC. Верно. Слушайте, а у вас это, вы на тачпейде или на мывке? Я на тачпейде. На тачпейде. Я тоже на тачпейде. Я на тачпейде подключил. Восемь сад. Предлагаю поменять правила игры. Без этого скучного, бессмысленного «Оу». Будем качать гол. Тренироваться надо. Не только футболистам. Потренируемся. Не важно, с кого вы думали. Конечно же важно. Ну, допустим, у вашей любимой команды. Это вообще кто его пригласил? Еще раз попробуем. Я в шоке. Все в шоке. Да, я не знаю, кто это вообще, честно признаюсь. Ну, это какая-то фанатская, блин, группа. Фанатская группа. Мне кажется, это любимая группа Геркуса. Это «Текила Джаз». Такого не знаю. Ну, давайте, тысяча. Что ж там за тысячу будет? Тимофей, ну чего ты? Ну, подожди. На Серегу. Вообще же можно. Я специально жал, чтобы все подумали, что я знаю. Если я не ошибаюсь, то это группа «Нервы». Верно. Красава. Серега, ты лидер. О, ничего себе. Что началось? Площадь у паровоза оказалась для меня счастливым местом. Лидер я. Все только начинается, но и в предвкушении захватывающего интересного матча. Молодцы, что пришли поддержать любимую команду, несмотря на холост. Но он гений. Он просто гений. Рано. Поехали. Я же нажал. Поздравляю, Тимофей выходит из минуса, возможно. Давай. Я буду на последнем. Александр Малинин. Это с отчеством. Не-не-не, типа гнойный, да? Не, группа каста. Дмитрий Маликов. Я думал, мы тебя зашутим до окончания времени. Тимофей. Я сбился, я уже на здесь не успел. Как, ага, я не понимаю, что все. Остальные тоже прогрессируют. Давайте продолжать. Плохие... Нет, что было дальше? Упа. И сегодня мы будем играть в игру, которую вы знаете по фильму «Бесславные ублюдки». И у меня соперник сегодня очень крутой чувак, а главное, мой ближайший друг. Ну... Я был первый же, но даже визуально же показалось, что вообще военно-же. Мой ближайший друг Брайан Удову. И у меня соперник сегодня я был на съемках. А главное, мой ближайший друг. Реально? Тогда ты дисквалифицирован, Сань. Реально такое было? Брайан Удову играл против Брайана Удову? Да. Ты вообще ЛОК-ТВ смотрел? Я смотрел, но я все смотрел, но у меня это стерлось из памяти. Криво работает, поэтому я вообще не успел... Только у меня начинается... Все хорошо, Борис, не переживай. Нет, это же тогда было, когда он потом играл Брайана Удову. Мы снимали вначале... Он типа разговаривал со мной, типа потом разговаривал со мной с другой стороны, а потом мы как бы смонтируем, он сам с собой разговаривал. Гениально вообще. Круто. Круто. На тарелку сидел. Да, ебать на корону. Выбирай на корону. Но как кнопку нажать? Слушайте, я сейчас точно... Она появилась, я нажал. Ну, это тут даже звук можно не слушать. Можно не слушать. Да я хочу на кнопку нажать, да ебать! На! Ну, я думаю, тут подойдет Игорь Денисов, поцелует Фарфана и скажет, что он Джефф, мой кумир. Все правильно. Он и то, и то сказал. Хорошо. Ну, давайте. Так, алло, кто говорит 400, это будет, скорее всего, Жималединов. Да, мы это пропускаем. Поддержка. Дайте мне. Все от родителей. Так вот, зачем тебе нажал? Он два раза на этот вопрос получается ответил. Что это? Подожди. Я еще хотел оспорить это. Слушай, ну это несправедливо, у меня не работает touchpad. Что все напряглись-то? Что-то все выиграть хотят, что ли? Ну, походу, походу, Борис, нам не слышно. Мы не слышим, Борис. Кирилл, выбирайте вопросы. Можно уже сказать? Ты можешь сказать, но, возможно, твой ответ своруют. Ну, дайте. Ну, сука. Я и так матч мог назвать, ну, че вы. Ну, 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 блин! Наплакал. Короче, первый матч в этом на Черлуке в черной форме, 3-2, там, Торбинский забил, сломался, короче, Билич дал интервью Славян на русском, красавец. Мы думали, что нас ждет хороший сезон. Так чей это голос? Черлуке? Славяна Биличе. Не, я чувствую, я чувствую, какие-то настроения. Я рад, искренне. Спасибо, брат. Спасибо. Просто у меня еще запас есть 500 очков, поэтому пока я... Выбирай, выбирай. Время, и у нас подобрался хороший молодой коллектив, у нас молодая команда. Там, если брать средний возраст, все меня убрать, который портит. А почему вот ты вставляешь комментарии, где понятно вообще все? Года 24-23, по-моему, поэтому... Потому что это легкая игра для расслабления. Ты же расслаблен сейчас? Нет, я завелся. Тимофей? Я должен что-то угадывать, это Дмитрий Ласьков. Все верно. Ты работай на вопросах за тысячу, Кирилл. Давайте, плохие шутки тысячу. Чтобы Кирилла опустить в отрыв, мне нужно, чтобы мне было интересно. Ты нажми на кнопочку. Ну давайте, сейчас Кирилл повторит. Или я повторю. Мне очки нужны. Иногда бывает перевес. Это было. Я нажимаю, дай тебе ты. Сейчас из-за того, что вы нажимаете, может быть, игра зависнет опять. Вот, кстати, Тимофей тебя пальнули. Там справа, на пьеджиллок, изменил сумму на счете Кирилла и теперь стало 4. Да. Это, ну... Все так. Было. Ты пальнулся. Что сказали Саряну, когда отдавали в аренду в Химке? Не то, чтобы я скрывал этот факт. Пас, пас, пас. Сарянка. Это уже было, это уже было. Сарянка. Все. Не, что, сторона будешь снимать у меня? Конечно. Ты думаешь, я не смогу повторить? Думаешь, я этого не сделаю? Думаешь, я тебя не переиграю? Копленно. Я переиграю. Нет предела человеческой меры. Но ты себе таким образом покупаешь возможность выбора вопроса. Это я не могу изменить. 400 или 200. Почему Тарасов всегда берет целую курюшку? Тоже было. Было разве? Да. Да, да, да. Не было. Кирилл отвечал, Кирилл отвечал. Мало половин. Мало половин. Потому что ему мало половин. Блин, а я не помню, чтобы это было. Да нет, ты пошуя. Было, было, было. Ты кого слушаешь, Тим? Они тебя обманывают. Они меня боятся. Я ставлю 400. Да как? Хорошо, ладно. Для интриги. Хорошо, ладно. Какой интриги? Убирай. Вперед. Мало, ты малыш. Не, не, не. Вообще. Брат, я тебя могу выключить просто звук. Давайте замьютим малыха. Но как, если он хозяин комнаты? Мы с ним уже молчим уже прилично. Ой, давайте, ладно. За 200. Смотрите, смотрите на Кирилла. Кирилл что-то говорит, но мы его не слышим почему-то. Малых, у меня тоже есть кнопка. Кирилл, выбери вопрос. За 200. Не, ну снимите ему 400 баллов. Что делает тренер локомотива по физподготовке, когда ему нечем заняться? Это тоже было, скажешь? Нет. Какие вы честные, вдруг. Эээ. Гоняет Лысова. Гоняет Лысова. Я не помню, чья это шутка, она великая шутка Жени Смирнова. Я могу ошибаться. Но если вдруг я ошибся, Женя напишет, что это не его слава. Если я ошибся, ему будет приятно. Криншток сыграть пробуем? И меньше 400 очков с Кирилла. Должно работать. Я согласен. В общем, у Малыха 2500. Давайте вот так. А почему нет? А почему мне 400, а тебе 2500 не снять? Потому что это ты обманываешь игру. Хорошо. Малых, ты все. Короче. Я не буду жать. Так. Это что-то плохое было. Плохое? Такого я не помню. Я не помню. Блин, почему бы не подписаны на ТикТок Локомотив? Это единственная соцсеть, которая работает сейчас. Она мне не установлена. Если там выкладывают обзоры, то сейчас будет желтый. Там, короче, Ундер стал петь в микрофон и вставка из шоу-голоса. Блин, да, что такое помню. Сложно отгадать, да. Если не видел, сложно. Но реально, если вы не отвечаете, то, видимо, все виснет. Давайте сразу в следующий раунд. Да, согласен. Давайте с третьего раунда начинаем. Я хотел бы сделать объявление. Снимите, пожалуйста, у меня 400 баллов. Ах, все-таки признался. Ну да. И у меня 300. Это ты сам сейчас у себя снимешь, потому что здесь вопросы будут кратные 300 по стоимости. И это текстовые вопросы. Рекордные рекордсмены. Олея Слава. Мы же готовились, точно. Все знаю про чемпионство. 11 кубков. РФСО, Локомотив. Международная панорама. Полагаю, не возьму здесь ни одного вопроса. Кстати, тут не только текстовые вопросы. Я помню, один будет с фотографии. Борис, у тебя меньше всех. Борис уже не хочет с нами общаться. Я выбрал. Несмотря на то, что Локомотив одержал победу в финале первого в истории Кубка СССР в 36-м году с уверенным счетом 2-0 над Тбилисским Динамо. Некоторое время железнодорожникам не хотели вручать кубок. По какой причине? Я знаю. Борис? Потому что в розыгрыше кубка не играла московская Динамо, которая делала турне по Англии и планировала, что с ними будет финальный матч. Но потом решили не играть и отдать кубок нам. Все правильно. Правда, турне было по Чехословакии, но все остальное верно. Вот ты и попался. Снимаем. Это как что-ликогда лишнюю информацию сказал, сам виноват. Так, ну давай по кубкам побежим. Сколько финалов Кубка России завершались для Локомотива серии пенальти? Тимофей? Дмитрий Васьков. На этот раз Долматов. Ну сколько? Давайте, пусть будет два. Неправильно. То есть, это вопрос и Сири, как Титаренко брал интервью у Самедова. Типа, Александр, вы помните, что вы получили 7 желтых матч в прошлой сезоне? Нет. Не рискуют у нас ребята с нормальными лавандусами. Я просто, ну не знаю. На самом деле, всего один. Санжи. Вот я только его помнил, но я был уверен, что я какой-то еще забыл, поэтому не рисковал. Вот и я. У меня на все вопросы так же, Серег. Лучших бомбардиров кубка прошлого сезона? Оба из нашей команды. Оба из нашей команды. Кирилл? Блин. Федор Смолов. Это весь твой ответ? Второй. Блин, или Каману, или Мурива. Каману. Обирай. Но полный ответ какой твой? Каману Смолов. Молодец. По четыре гола каждый забил. Да, 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 да. Браво. Спасибо. А, я... Ты? Я... Все знаю про то, чем не он. Я только сейчас. Понял. В сезоне четвертого года Локомотив только с одной командой набрал всего одно очко, и то спавшись на 90 минуте благодаря голосу Чёва. Со всеми остальными Локомотив набирал больше. Что это была за команда? Блин, ну я знаю, так сказать, ее место, но не знаю название. Тимофей? Это одна из последних команд. Давай я назову купонентю Ролан. Мимо. Он же вылетел до этого. Мимо. О, супер. Тимофей во все тяжкие опустился. Он на 2003-м вылетел, а то же как его Ролан назвать. Вот быстро гуглите. Блин, у меня мало очков, я бы... Наживайте ротор. Ротор называйте. Ротор. Я думал, шейник. Это был ротор, и они вылетели с худшим количеством очков, причем с отрывом. Классический Локомотив. Годы идут, ничего не меняется. Да. Кирилл, Кирилл, ты у нас. Я. Да, я все, я утверждаю, я все знаю. Сколько замен сделал Локомотив по ходу золотого матча в 2002-м году? Мне 6 лет было, а что матч? Ух, ты спросил. Все еще нет. Сколько ты сказал? Он сказал 2. Я хочу нажать. Два варианта осталось, если что. Три. Блин. Один. Да, это была одна... Один замена. Одна единственная замена в перерыве. Ну, классический. Я при чем это вспомнил. Я при чем это вспомнил. Да. Ну, я все знаю. Эта команда дважды дарила шансы Локомотиву на чемпионство в 29-м туре чемпионатов России. В 4-м они сыграли в Нечу в ЦСКА, а спустя 10 лет обыгрывали с Зенит, открывая таким образом Локомотиву дорогу к чемпионству. Правда, воспользовались только один раз. Блин. Кирилл? Ну, это же Динамо. Можешь только кричалкой? Одна жизнь! Это было Динамо. Блин, не успел нажать. Вот я и отпустил Кирилла. Ладно. Именно столько трансферов, страты денег, было сделано в летнее трансферное окно 17-го и зимнее окно 18-го года перед и по ходу чемпионского сезона. Это по версии Тима или трансфер Маркта? По версии... Я понял, что моя стратегия это занимать эфирное время, весело шутить, развлекать аудиторию Тима. Пусть будет 3. Не, больше. Это только в летнем было 3. трансфер за деньги. Трансфер, на который потрачены деньги. Ну, то есть не Фарик уже точно. Кирилл. Игорь Денисов 1, Ротенберг 2, Кверквер. Сколько на них потратили денег? 0. Кирилл, не успеваешь. Говори любой. Когда ответ 0. Ответ 0. Трусы. Саша. Малых. Я не хочу, я не нажимал. Давай, началось. Ну, пусть будет 1 тогда, если за деньги. Ну, вот так вот. 2 осталось. Снимите еще у малыха. Не, не, не. Мац и Рыбус и Соломон Кирквили приходили к нам за деньги, остальные все бесплатно. Вот это была работа на трансферном рынке. Да. Кирилл? Сразу видно работу скаутского отдела. Так, Кирилл. Кирилл, ты знаешь все про то чемпионство? Да. Именно после этого матча в 17-м году Локомотив вышел на первую строчку и никому ее уже не отдавал. Матч с Зенитом. Блин, да. Как закончился? 3-0 нашу гостевой. Да, да, да. Я, правда, написал неправильно, 0-3, но сойдет. Тимофей? Так. Рекорды, рекордсмены за 1500. Неплохо. Этот футболист считался лучшим игроком сборной СССР в международных товарищеских матчах, в которых забил более 90 мячей. Нам же он памятен как бомбардир, который почти всю карьеру провел за Локомотив и до сих пор удерживает третью строчку в списке Галеодоров за всю историю клуба. Сергей? Виктор Соколов. Вау. Хорош. 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 Ну, давайте рекорды, рекордсмены. Явно шерстил Википедию. Да, да, да. Рякаш готовился. Осенью этого года Маринато Гильерми догнал Соломона Кверквелю по этому сомнительному показателю. Теперь делят с ним первое место. Дайте точный ответ и помните о Дмитрии Тарасове. Борис? Я думаю, здесь вопрос про прямые красные карточки. Да! Верно. Хорош, хорош. У Гильерми теперь их три, у Тарасова было восемь. О-о-о-о-о. Ну, у Тарасова были много именно двумя. Да. Добавил. Да. Борис? Меня сбил Тарасов, наверное. Давай, меня сбил Борис. Сколько различных вратарей защищали ворота Локомотива в победных финалах в Кубках России? И еще 300 баллов добавлю, если всех назовете. Да, нет. Это вообще... Тяжелое. Да. Да, блин. Просто 90-е там, блин. Тимофей. Я скажу... 5. Но всех не назову. Ну, попробуй. Мимо. Дважды Овчинников, дважды Нигматуллин, один раз Якупович и еще... Ну, то есть, правильный ответ был 4, да? Правильный ответ 4. А. Ага. Давай Якупович стоял в финале Кубка Победного. Да, вот единственный нетекстовый вопрос. А в чем вопрос? Назовите соперника и сезон, в котором это случилось. А, картинку можно вернуть? Я же ответил! Борис? Это матч в Уфе. Да, все. А, идти! Наша, по-моему, вообще первая стадия Кубка. Одна четвертая или одна восьмая. 1-0 мы выиграли, по-моему, Бусуфа забил. Да, но нужно еще сезон. Сезон, да. Сейчас... Это когда Черевченко выиграл... 16-17 или 17-18, что такое? Неплохо ты ориентируешься в годах. Да, блин, вылетел. Почему Кирилл-то? Потому что, что, 14-15. Да. Блин, точно. Ну, 16-17 это уже сезон Павыча, Борис. Да я что-то... Да, да, да. Кирилл? Леша там финансов. Международная панорама. О! О матчах Локомотива и Еврокубках. Лишь трем игрокам Московского Локомотива удавалось оформить хет-трик в Еврокубковых матчах, зато двум из них по два раза. Назовите всех троих. Третьего не могу понять. Да, тот третий... А второй кто? Джанаша, Лочков, Фернадий. Я не помню Джанаши вообще хитрик. Когда это было? А кому он трешку? У него он целых два раза забивал по три гола. Офигеть, офигеть. Причем, по-моему, подряд в двух матчах. Какими-нибудь Ку-Сюси? Ну, это кубок обладателей кубков, да. 15 марта 2021 года словацкий тренер Ёжев Валахович возглавил чешский Паршебрам и вылетел с ним во вторую лигу, но и в ней шел всего лишь на 13-й строчке, после чего был уволен в ноябре. Мелочь, а приятно. Чем это словацкий футболист и тренер интересен в контексте темы этого раунда? Типа, расскажи бессмысленный факт, что ли? Что это за рубрика? Для многих эта фамилия памятна, я так скажу. Ну, с этого, с Рапида, да, был. Да, это автор обоих голов Рапида в том самом сезоне. Офигеть, прикольно. Санечка, молодец. А ты что, не рискнул, да, или не успел? Не, не успел. Кирилл? Продолжим, продолжим. Юрий Семин, как известно, обыгрывал Интер, Андерлехт и Реал. Вспомните результаты этих исторических встреч. А-а-а, не успел! Ну блин, ну что, ну что-то! Борис, тебе очки не нужны, отдай сюда, дай. Чё это? Интер мы 3-0 обыгрывали, Реал 1-0, Андерлехт 5-1. Едем дальше. Без мысли! У-у-у-у, Кирилл? Интер 3-0. Да. Андерлехт 5-2. 5-1. 5-2. 5-2? Так, давайте дальше. Реала... Почему? А что? Почему у меня делается? Тим, ну ты, получается, выяснили, на чём засыпался, Кирилл. Ну а что делать? Ну ладно. Серёга. Интер 3-0, Андерлехт 5-1, Реал 2-1. 2-1. Да нет, ну я... Нажимай, Тимофей, быстрей. Красава. А можно второй раз? Отвечайте. Интер 3-0. Интер 3-0, Андерлехт 5-1, Реал. А, я понял. Неужели 2-0? Молодец, блестящий ответ. Блестящий ответ. Я тебе сразу сказал, брат. А я знал, что 2-0, и зачем ты решил Андерлехт поменять? А, мы крылья 5-2 обыграли. Ну почти то же самое. Рекорды и рекордсмены 900. Если верить порталу Трансфермарк, то именно этот футболист держит рекорд локомотива по количеству желтых карточек, полученных в составе локомотива. 74 в трех саут в 29 матчах. Правда, всего 2 красные. Кто вообще столько матчей провел? Это одна из подсказок, которые есть в этом вопросе. Это Дроздов. Так, ну давайте РПСО локомотив 1500. Съезд на такие. Все наверняка не раз видели памятник этой девушке на территории РЖД-арены. В довоенное время она неоднократно становилась чемпионкой СССР по лыжным гонкам, а кроме того по мотокроссу, слалому и даже призером соревнований по велогонкам. Вспомните ли вы ее имя? Нет. Кто-то вспомнит, Кирилл. Любовь Кулакова. Верно. Браво. Лучше. Браво. Можно заканчивать? Да. Лучше уже не будет. Ну давайте поймем, кому ответы слили. Аллея славы 1500. Две звезды на Аллее славы посвящены министрам путей сообщения. Одна из них Борису Беющеву, фамилия которого на слуху, а вот вторая человеку, который привел в клуб Юрия Семина и тем самым предопределил развитие клуба на долгие годы вперед. Тимофей? Про Кассионенко, скорее всего. Нет. Ну это, господи, что за... Вот вы со своей историей, знаете. Сколько тебе было лет, Саш, когда Семин приходил? Возможно, даже еще в планах. Это был Николай Коннорев. Жестко. Да. Ну полторы тысячи, чего хотите. Согласен, согласен. Не знаете министров. Первый европейский поход локомотива закончился бесславно. В 1-32 финале Кубка Уэфа сезона 93-94. Два поражения и ноль забитых. Кто был соперником? Это был Ювентус. Да. Все так? Ну давайте посмотрим, что там РФСО локомотив еще есть. В числе железнодорожников есть обладатель шахматной короны. Свое звание чемпиона мира этот представитель РФСО локомотив добыл в 69-м году в матче с Петросяном, а всеми сторон отдал корону в культовом матче Бобу Фишеру. Вряд ли Игорь Денисов, да? Это Борисов. Борис Спаский. Верно. Скоро скажу. Клап, клап, клап. Когда общаешься текстом. Ну просто с даст. Звуком вообще дебри были. Чемпион России 19-20 представляет именно этот город в волейболе. Блин. Мужской, женской? Мужской. Калининграде? Что? Что? Не слышал. Что? Он сказал Ленинград? Калининград. Нет. До свидания, до свидания, до свидания. Ну я же первый, ну че? Нет, Новосибирск. Да. Новосибирск. Тимофей руку поднял, поэтому я не мог. Я раскусил алгоритм этой игры. Аллея Славы 1200. Одна из первых... Одна из двух первых звезд на Аллее Славы была посвящена этому футболисту Локомотива и первой, кому она была посвящена при жизни. Полузащитник, пришедший в Лока из трудовых резервов, провел за клуб более 130 матчей с 48-го и 56-й год. Спустя всего 10 лет после ухода из Локомотива, уже в качестве тренера, он выиграл с юниорской сборной СССР чемпионат Европы, а в следующем году еще один. Без понятия. Первая звезда Славы, которая вообще была установлена. Я думал, Кирилл возьмет просто на раз этот вопрос. И он берет этот вопрос, ну... Я не узнаю. Как бы вопрос взял, но как ответить? Если что, это был первый репортаж Кирилла Брейдо. Блядь! Говори Бубокин! Блядь, этот... Нет, этот... Блядь! Гаврил, 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 Гаврил. Гильерме! Гильерме! Это был Евгений Лядин. Ну, Локомотив, Калининград, женская волейбольная команда. Да, а нужно была мужская? Там не было написано. Переспросил... Уточнил звуком. А я по звуку уже не слушаю, я прочитал текст, я услышал, что... Локомотив, Калининград было, текст там было, это вот ведущий сам добавляет. Я согласен, потому что я тоже подумал сначала про Калининград. Да, там сказано, что они стали чемпионами, а они не чемпионки. Так, мы тут сейчас еще за... Давайте быстрее, мне времени. Тимофей, Тимофей, выбирай вопрос. А, вот как все было. Устроено. Один из немногочисленных членов клуба Григория Федотова в Локомотиве свою звезду на Аллее Славы получил в шестом году. Среди его достижений 20 голов в чемпионате, которые он забил в возрасте 35 лет. И то, что его удары регулярно поражали ворота Льва Яша на рекордные 8 голов, чаще обладателю золотого мяча не забивал никто. Борис. Это Олег Гарин, наверное. Интересно. Нет. Нет, ну откуда у него звезда на Аллее Славе, брат? Блин, я же нажимаю. Тимофей? Я думаю, Валентин Бубокин. Пока нет. Да нет, он... Слава нет. Тимофей, спасибо. Тимофей, зачем? У меня вылетело снова. Просто Олег Гарин, забивающий Льву Яшину. Да, у Виктора Ворошила. А, Ворошила. Я смеюсь только потому, что Кирилл очень смешно смеется. У Кирилла истерика пошла. Олег Слава, что сошел. Шутника Балагур, один из двух обладателей Кубка Европы 1960 года, автор победного гола в финале Кубка СССР 59-го. Также рекордсмен по количеству матчей за локомотив в советский период. 289 игр. И это несмотря на годовую отлучку в ЦСКА. Ну вот это как раз... Ну это Валентин Бубукин. Блин, я не смею, наверное. Борис? О, давай 600. Вот это вот. Этот футболист держит сразу два рекорда. Наибольшее количество матчей среди иностранных игроков, а также наибольшее количество матчей за локомотив в Кубках России среди всех футболистов. Ну а Гильермо считается иностранным или нет? У меня сразу вопрос. Гильермо не считается иностранным игроком. Тогда Чорлука. Ну да, да. Нет. Ну как вам? Среди иностранцев он рекордсмен по матчам. Я думаю, у меня есть предположение, что это Сергей Гуренко. Это Сергей Гуренко. 35 матчей в Кубке России и 352 матча всего. Да, да. Подожди. Уточню, что женская волейбольная команда локомотива не играет чемпион России 2021 года. А 19-20? Причем тут 21-й? 19-20. Давай, проверяй. Так, Каш на первое место вышел. Ну давайте. У меня тоже есть несколько вопросиков, которые надо проверить. Как и футбольный локомотив, баскетбольный локомотив Кубань скорее кубковая команда. Золото единой лиги ВТБ пока не покорялось. Зато кубков коллекции баскетбольного Лока именно столько. Вы в мафию играете или что? Я не знаю, просто поэтому не хочу. Наверное, столько же, сколько у главного куба. Давайте постбой 4. Нет. Да нет, это много для них. 2. Нет. 3. 2 Кубка России. Ну Еврокубок здесь вообще при чем? Ну такой бред, просто ад. Я считаю, что надо добавить из всего. Рекордсмен среди Кубков России. Типа локомотив футбольный. Сколько кубков у этих? 3, блядь. Еврокубок давайте сюда добавим. Ну это ж Кубок тоже. Ну это Еврокубок, а не Кубок России. Тоже, твоя правда тоже правда. Ладно, давайте рекорды рекордсмены 300. Какой-то адский буллинг. Мне тут везет. Хоть половину бы засчитали. В российской истории локомотива лишь один форвард перешагнул отметку в 15 голов за сезон чемпионата России, что удивительно на свой второй сезон после провального первого, в котором он забил всего 4 мяча в 32 играх. Ну это вот Олег Гарин. Это Олег Гарин. Он из этих 15 и 10 Яшину забил. Я Борису слил ответы, но не на те вопросы. Это выглядит именно так. Это же чисто Борис наш друг. Самая свежая звезда 12-я по счету появилась на Аллее Славы всего в 19-м году. Была посвящена автору первого гола в истории чемпионатов СССР обладателю Кубка СССР 36-го года. В газете Спортэкспресс статья о новой звезде на Аллее Славы и этом игроке вышла под заголовком «Это Смолов и Сычев 30-х годов». Я просто не представляю кто может быть и Смоловым и Сычевым одновременно. Но это Виктор Лавров? Да, это Виктор Лавров. Два вопроса у нас осталось в этом раунде. С 65-го по 2000-й год хоккейный локомотив из Ярославля носил именно такое название. Тимофей? Торпеда, торпеда, торпеда. Торпеда, торпеда. Мне надо кричалкой, Сереж, или нет? Нет, здесь не надо, пожалуйста. Свою последнюю на данный момент победу в Еврокубках локомотив одержал в этом городе. Айлин. Ливеркузен. Ливеркузен. Браво, браво. Текстовый раунд завершен. У нас осталось совсем немного вопросов последнего раунда. Сейчас я Тимофею обнулю его рейтинг, чтобы он мог хотя бы в одном вопросе поучаствовать. Можно вернуть баллы мне за Калининград и за Еврокубку? Темы СССР, Германия, Австрия, Шотландия, Жесткие темы. Мексика, Бразилия и Великобритания. Интересно. Ну давай, Тимофей. Мексика и Локомотив. Интересно. Давайте, Бразилия. Надо еще немножко изменить тебя. Просто ставкой. Вот так тебе сделаю, иначе ты все время будешь вабанкать. Что надо делать? Ставку ставить. А куда? Где? Три. Малых, твоя ставка. А где? Как писатель, что надо делать? Ты можешь либо вабанк пойти, либо пас сказать. Либо поставить четыре. Нет, четыре тебе не можешь поставить, потому что ты вабанк пошел. Пас. А где? Что ставить? Кнопочки. Вабанк, пас или все? Короче, нажал пас. А я что, не разобрался? Я могу просто цифру другую поставить. Ты не можешь, не можешь, так как Тимофей пошел вабанк. Вабанк перебивается только вабанком. Игра на вылет. Потом у меня будет шесть очков, и я уже должен ставить. Будут четыре, пять. Не, я тоже пас. Это слишком рискованно. Нормально? Тогда все вопросы будем играть с Тимофеем, видимо. Специалист по физпокготовке Лусио Досилва приехал в локомотив из Бразилии, как до него поступали двенадцать бразильских футболистов. Не прошу назвать всех, но давайте перечислим хотя бы тех семерых, кто забивал за локомотив. Это жесть вообще. Селсинио забивал за локомотив? Времени много, давай. Я могу просто перечислять. Селсинио, Фениньо, Саллис, Вагнер. Два их пока из семьи назвал. Вагнер забивал, Жулио Сезар забивал. Да, Борис, тихо, тихо. Да, помогайте мне, помогайте. Защитники, защитники. Радольфо. Жулио Сезар, Вагнер, Мурило, Радольфо, Фениньо. Пабло. Пабло. Так. Мурило. Теперь всех перечислим. Отлично. Только не ставь ва-банк больше, мы тебе помогли. Ладно, я пропускаю. Не, ну поставь там два, типа. Да, ты просто ва-банк. Да, Мексика, отвечайте сами. Ну, типа два, сделай. А как? Там ползунок есть. Там есть ползунок, но он с двухсот не смещается. Давайте я просто пропущу, я думаю. Да, давай. Блин, тебе надо. Нажми пас. Он не может. Я не могу нажать пас, я могу просто пропустить. А, номинал. Я нажал кнопку номинал, поэтому... Отлично. Все, фух. А это финальный раунд, значит? Да, это последний раунд. Угу, как. Так, пора наше. Борис? В смысле, не будет финального вопроса, где мы будем с вами ставку определять? Нет. Нет. Борис, две тысячи. Кирилл. Я так хотел поставить свои шесты, вынести всех вас. Ну, пас. Ну... Две тысячи надо всегда принимать, это по шансам. Пас. Борис, за две тысячи. Хорхе Иван Мартинос Рентерри родился в столице Мексики, городе Мехико. Мы не смогли найти точной информации, где находился 22 июня 1986 года юный Хорхе Иван, но вполне возможно, что вместе с еще почти 115 тысячам человек наблюдал за одним из самых величайших моментов в истории спорта. Финал чемпионата мира, где Марадона забил проходом, а потом рукой. Уточнишь ответ? Потому что ты дал лишнюю информацию. Финал чемпионата мира по футболу, в который выиграл Марадона. На сбору на какие играли? Аргентина против Англии. Я зачитаю ответ, просто это был не финал. Это был четвертый финал против Англии. Ну хорошо, извините. Так. Надеюсь, тут будет про О'Коннора. Могли бы уже и понять суть, по которой темы этого раунда выбирались. Назовите одного шотландца, который забил его локомотив. Так все понятно. Тут это из списка Паши про всех. Кирилл? Но тут не про них, тут про их страны. Страны, да. Ой, я что? Борис, будешь ли перебивать? Ва-банка, Бориса. Давай, давай, Борис! Раз на раз, Кирилл. Подожди, давай! Я попался на вашу удочку. Я теперь не сыграю ни одного вопроса после того, того, как отдал его. Кирилл, бейся, бейся, брат. Никогда ничего не бойся. Ва-банк от Кирилла. Хорош. Играем за 6300. Я одна, брат. Шарп Эван уже покинул локомотив ради Манчестера, а в юношстве он об МЮ мог только мечтать, играя за родной клуб из шотландского города Стирлинг в низших шотландских лигах. В июле 2010 года болельщики этого клуба первыми в Великобритании смогли сделать то, что ранее не удавалось болельщикам МЮ, Ливерпуля и Рейнджерс. Ирю, спасибо, что пошел ва-банк. Болельщики, первыми в игре, смогли сделать то, что они не удалось болельщикам, Ливерпуля и Рейнджерс. О чем мечтали болельщики? Да, перекричать болельщиков с Селтика у них на стадионе. Это твой окончательный ответ? Нет, речь как раз про Селтика. Тише, тише, тише. Окончательный ответ? Или это рофло ответ? Окончательный ответ. Нет, это неправильный ответ. Они выкупили клуб. Ого. Ого. И взяли его под собственный контроль. Это сложный вопрос очень. Ого. Ого. Но Кирилл не стал слушать мою подсказку, поэтому... А что, я не услышал? А, ты мне дал подсказку, брат? Я хотел спросить, о чем мечтали болельщики Манчестер Юнайта до последних 10 лет. А почему не был первичастным Спартак? Ну вот, обидно. Кирилл, ничего страшного. В следующий раз как бы обгонишь. Кирилл, мне расстроится, я играть вообще не могу. Я играть не могу. Ты можешь выбрать вопрос. Кирилл, у меня та же фигня с начала игры, нормально. Дайте мне баллы, ну чуть накиньте, ничего. Ты можешь пойти вабанг. Или номинал, или что-то. Сейчас, если Тимофей пойдет вабанг, будет обидно. Блин, я могу, но я могу так сделать хотя бы. Блин. У меня должен быть шанс. Нет. Ну пусть у них идет. Кирилл, принимай, давай. Я не буду играть вабанг. Принимай, давай, рискуй, рискуй. Испугался чего-то? Кака ж зассал. Германия, ты же твое... Германия, я хочу ответить. Там пипец сложный вопрос. Сочувствую. Да, козлы, блядь. Родной город Кристиан и Мекеля, воспетый в свое время городом, группой Мегаполис, славится монументом, установленным на одной из главных улиц города к 70-летию со дня смерти известного немецкого деятеля, изготовленного советским скульптором Львом Кербелем. Считается, что это вторая по величине скульптурная голова в мире после памятника Ленину, если не считать голов американских президентов на городе Рашмор. О, тут еще и песенка будет, чтобы Серега мог подумать. А лучше бы вопрос остался, я бы его еще раз перечитал. Как же я гениально забайтил, а? Блядь. Слушай, я вообще... Да, я тоже вопрос прочитал, мне интересно. Я трек себе смс-ку, я прочитал бы. Я просто не помню некоторых подробностей вопроса, ну ладно. Можно вопрос вывести еще, да? Я не могу вывести вопрос, но сейчас я перескажу его. Короче, в родной город Мёкеле там установлена гигантская скульптурная голова, которая изготовлена советским скульптором. Это голова вторая в мире по величине, если не считать голов на горе Рашмор. Голова посвящена немецкому деятелю. И город назван тоже в честь его. Кто там ее слышит? Там что-то печатается. Не я, брат. Ну, известный немецкий деятель. Еще и название города, чтобы ему было... А еще название города надо сказать? Нет, название города не обязательно, но оно совпадает. Город не крупный. Вы его, скорее всего, не знаете, если вы не слышали эту песню. Эта песня могла вам немножечко подсказать. Ну, пусть будет... Я не знаю, он... Не знаю. Ты не успел ответить. Ну, и ладно. Это Карл Маркс. Собственно, главный деятель немецкий. Борис, у тебя... Почетная! 5-100. Сейчас Борис идет вабанг. Мы Бориса поведем вабанг, да? Алло, уже шоу вабанг, алло. Ты еще пойдешь? Нажимаете, делайте свои ставочки. Борис. Борис не хочет играть. Играем. Какой скучный пас. Какой скучный пас. Мартин Хэмерли родился и пригодился на территории Форальберг на западе Австрии. Почти за 100 лет до крымской истории более 80% населения земли Форальберг проголосовали о выходе из состава германской Австрии по итогам Первой мировой войны. Однако поддержки не нашли ни у тех, от кого отсоединялись, ни у тех, кому хотели присоединиться. На Сен-Жерменской мирной конференции этот вопрос даже не стали рассматривать. Кому хотели, да и судя по опросам, проведенным уже в 21 веке, до сих пор хотят присоединиться жители Форальберга. Тут просто соседи Австрии надо перебирать. не знаю, ну я думаю, к Швейцарии скорее всего. Это Швейцария, 52% до сих пор хотят присоединения к Швейцарии. Выбирай Великобританию и пусть Борис Тимофей второй! Сейчас Тимофей выиграет. Борис, иди в Абанк и проигрывай. Я уже был в Абанк. Тимофей, ставочку. Тимофей, ставку. Сейчас Борис просто не пойдет и все, да? Да, конечно. Борис, Борис, иди в Абанк. Пуст идет, обязан идти. Это мой единственный шанс. Давай, Борис, в Абанк, в Абанк. В Абанк. Про Тома Рейнольдса известно не так много, однако одним из примечательных фактов его биографии является учеба в Университете Святой Марии, расположенном в пригороде Лондона Твикенхейме. Этот район Большого Лондона известен своим стадионом, который является вторым в Великобритании и пятым в Европе по своей вместимости вообще и первым в мире по вместимости среди именно таких стадионов. Ответить что надо? Район? Надо ответить, что это за стадион? Ну, по какому признаку он является первым в мире? А, по какому признаку? Что выделяет этот стадион? Ну, то, что у него нет одной трибуны. Типа, первый в мире по вместимости среди стадионов без одной трибуны. Это твой ответ. Что-то такое, да. Нет, это чисто рэгбийный стадион. На 52 тысячи зрителей. И теперь Тимофей идет в Абанк. А я нет. Я должен победить в этой игре. Става Дмитрия в Абанк уже ответил. Байтер, блин. Я уже ходил в Абанк. Почему я два раза? Почему Борис один балл? Все. Все, Борис вышел. Судьба Дмитрия Ласькова могла пойти по совсем иному пути. В 95-м году он уже был одной ногой в «Шахтере». Оставались сущие формальности. Президент Донецкого клуба Александр Брагин даже пригласил Ласькова на матч «Шахтер-Таврия», который Ласьков посетил вместе с женой. Однако сделка сорвалась. По какой причине? Блин, мне будет обидно, потому что вы отвечали на сложные вопросы, не связанные с футболом, а я на вопросы, которые связаны с футболом, и я все равно неправильно отвечу. Не знаю. По-моему, все вопросы были связаны с футболом. Кроме регби. Регби — это тоже футбол. Тимофей, есть идея? Давайте я отвечу, что жену не пустили на стадион. Не совсем так. Александра Брагина взорвали во время этой игры при входе на стадион. Жестко. Это добрее. Мой ответ добрее. Сделка сорвалась. А вот сейчас я все-таки попрошу меня вернуть баллы к Калининграду. А еще, кстати, волейбольник Калининградский локомотив выиграл чемпионат России. Это справедливо, поэтому очевидно, что Саша Малых победитель этой игры кто-то должен был. И здесь Малых победил. Почему бы не, Саша? Все, спасибо большое за то, что приняли участие в этой игре. Спасибо тебе за вопрос. Спасибо. Кайфы. Мы, конечно, оказались не самыми сильными игроками. Все закончились с нулем. Ну, это как получилось, так получилось. Но я надеюсь, что все кайфанули. Всем спасибо. Зрителям тоже большое спасибо. И прощаюсь со всеми, получается. Все, всем спасибо. Пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok